МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Уфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Разуваев. Вот о чём расскажем сегодня. Ход реализации национальных проектов обсудили на заседании регионального правительства. Планёрка в администрации Обнинска. Основная городская проблематика и пути решения. С творчеством художника Павла Вальцона можно ознакомиться на выставке в Музее истории Обнинска. 28 февраля губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание областного правительства. В мероприятие приняли участие председатель регионального законодательного собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор Покалужской области Игорь Князев, руководители министерств и ведомств региона. Особое внимание Владислав Шапша уделил ходу реализации в этом году национальных проектов на территории региона. На эти цели запланировано около 20 миллиардов рублей. На данном этапе идёт подготовка к торгам и заключению контрактов. Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, министр конкурентной политики Николай Владимиров отчитались о результатах этой работы, которая должна быть завершена до конца марта. Обращаясь к министрам, глава региона обратил внимание на необходимость выполнения поставленной задачи. Каждый из вас лично отвечает за эту работу. Также в ходе заседания региональный министр спорта Олег Сердюков доложил о результатах проведения юбилейной гонки «Лыжня России». Из-за пандемии дата спортивного праздника была перенесена на конец февраля. Погодные условия позволили его организовать во многих муниципалитетах. Самые масштабные забеги прошли в Калуге и Обдинске. В областном центре на лыжню вышли около трёх тысяч человек, увлечённых этим видом спорта. Министр образования и науки Александр Аникеев сообщил, что после завершения дополнительных каникул, установленных из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, в школах возобновился образовательный процесс в обычном режиме. Он также отметил, что среди учащихся и педагогического состава на данный момент эпидемическая ситуация стабильная. На планёрке главы администрации Обдинска во вторник обсудили текущую эпидемическую обстановку, уборку города и подготовку к проведению субботников, а также профилактическое мероприятие по выявлению нарушений миграционного законодательства на территории муниципалитета. В ходе рейда в мероприятии с целью выявления граждан, не соблюдающих миграционное законодательство, было достанно в ОВД по городу Обдинска 89 человек в составе 60 административных протоколов. 9 человек депортировано, самодепортация – 1 человек. Также по линии ОВМ проводились мероприятия по незаконной миграции. Это 18.8.19 протоколов, 18.8.6, 18.9.15 депортировано по линии ОВМ – 5, самодепортация – 1. Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве сообщил, что с начала года было оклеено объявлениями о скорой эвакуации более 50 автомобилей. Если владельцы не объявятся, транспорт будет доставлен на штрафстоянку. Сейчас там находится 37 машин. Прощаюсь к управляющим компаниям и к жителям города, чтобы еще внимательно посмотрели свои дворы. Если вы видите, что там стоят машины, которыми не пользуются уже годами, дайте, пожалуйста, знать в наше управление, чтобы мы могли вместе с МПКХ и вместе с ГИБДД провести все эти работы. И убрать из двора те машины, которые занимают место и являются часто просто свалкой для мусора. Городоначальник поручила коммунальному отделу составлять график весенних субботников. Игорь Раудуве сказал, что стартует традиционный месячник благоустройства в начале апреля. В домах, которые раньше обслуживались обществом с ограниченной ответственностью ЖКУ, еще не везде выбрали новые управляющие компании. Пока определились порядка 20 домов. Не надо затягивать, надо все-таки выбрать управляющую компанию, с которой вы дальше хотите работать, которая достойна управлять вашим домом, определиться и до конца марта все-таки сделать свой выбор. Если вы не сделаете свой выбор, то конкурс состоится у нас 30 марта, и те дома, которые не определятся, будут выбраны по конкурсу. Тогда уже не будет у вас возможности определить управляющую компанию, определиться с тарифом. Будет тариф минимальный, который предложит управляющая компания на конкурсе, что не совсем, наверное, хорошо для жителей нашего города. Это тоже очень хороший результат, что на 1 марта уже треть жителей определились с выбором управляющей компании и проводят все необходимые процедуры. Голосование это не так легко, не так собрать кворум, но, тем не менее, я думаю, что работу эту надо продолжать. И тоже просьба администрации, если есть обращение от старших подумов, помогать в проведении этой действительно достаточно сложной процедуры. Главный санитарный врач Обнинска сообщил о текущей эпидемической ситуации. Что касается новой коронавирусной инфекции, даю динамику вам за три последние недели, чтобы было наглядно видно в абсолютных числах. Было у нас 690, когда я докладывал на предыдущей планерке. За предыдущую у нас 372, и за последнюю у нас стало 145 случаев. Случаев гриппа не зарегистрировано. Замдиректора клинической больницы номер 8 предоставил информацию о ходе вакцинации от коронавируса. На данный момент от новой коронавирусной инфекции первым компонентом всего привито 67 200 человек, что составляет 90% от плана вакцинации и 71,2% взрослого населения. Вторым компонентом привито 57 581 человек. Это составляет 76,3% от плана и 61% взрослого населения. Ревакцинацию первым компонентом прошло более 9 тысяч человек, вторым более 7 тысяч. Заместитель главы администрации по социальным вопросам рассказала, как будет праздноваться Масленица в ближайшие выходные. Принято решение на плазе в этом году это мероприятие не проводить, но при этом тосы, микрорайоны, те, кто хотел бы у себя это мероприятие провести, мы приветствуем все условия для этого, созданные всем необходимым, мы обеспечим. Татьяна Попова напомнила, что в Обнинске в клубе ветеранов и в Центре доверия расположены пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Также на совещании прозвучало предупреждение от МЧС, что выход на лед при нынешних погодных условиях уже небезопасен, особенно на реке. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». 28 февраля произошла трагедия в доме номер 12 по улице Курчатова. Во время пожара в собственной квартире погиб пожилой мужчина 60 лет. Сообщение от очевидцев на пульт дежурного поступило в 13.20. На момент прибытия спасателей оказалось, что горит квартира на последнем этаже четырехэтажного дома. Пожарные локализовали очаг возгорания, но помещение успело выиграть полностью, а в одной из комнат был обнаружен труп. По установленным данным, погибший проживал в квартире один. В настоящий момент устанавливаются все причины данного происшествия. Последний зимний день не обошелся и без происшествий на дорогах. Дорожное кольцо Маркса Гагарина стало местом притяжения сразу нескольких автомобилистов. Яркое солнце ослепило автоледи за рулем иномарки Volkswagen, и она врезалась в заднюю часть кузова Peugeot. В то время как оба участника ДТП выясняли детали, произошедшего вместе с дорожными инспекторами, неподалеку столкнулись еще два автомобиля. И причины столкновения аналогичны предыдущему. Из-за солнца молодой человек за рулем отечественной легковушки не заметил Форд и допустил обидное столкновение. На некоторое время движение на данном участке дороги было затруднено в связи с оформлением протоколов. Далее небольшая авария произошла на проспекте Ленина 174. Мужчина, управлявший кроссовером марки Chevrolet, заезжал во двор, но на скользком дорожном покрытии машину занесло, и она ударила припаркованную легковушку «Ниссан». Обошлось минимальными повреждениями иномарок. А в этом дорожном инциденте виноват ВАЗ «Каблучок», который скатился в другой автомобиль без участия водителя по причине неисправности ручного тормоза. По иронии судьбы, когда машина начала самопроизвольное движение, она направлялась на пустое место стоянки между автомобилями. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. И в это время появился владелец иномарки Volkswagen, который решил поставить машину туда, куда и скатывалось отечественное авто. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания Обгинск-ТВ. В минувшую субботу, 26 февраля, в Музее истории города Обгинска состоялось открытие выставки обгинского художника Павла Вальфсона «Я вижу, чувствую, дышу». Тему продолжат наши коллеги. Художник родился в 1955 году в селе Недельное Малоярославецкого района Калужской области. Окончил детскую художественную школу в Обнинске. Затем – Абрамцевское художественно-промышленное училище имени Виктора Воснецова и Московский государственный открытый педагогический университет имени Михаила Шолохова. Его работы неоднократно выставлялись в стране и за рубежом. А в минувший выходной Павел Вальфсон представил выставку, посвященную юбилею его художественной деятельности в Обнинском музее, которая получила название «Я вижу, чувствую, дышу». В основном представлены работы разных лет. То, что мне понравилось, у меня мастерская небольшая, и там все это очень сложно смотреть. Пришлось смотреть вот так, очень близко, и нельзя было отойти. Я только могу в выставочном зале посмотреть на своей работе, порадоваться чему-то, или увидеть какие-то ошибки, для себя сделать вывод, что надо доработать какие-то работы. Вот, работы разных лет. И что интересно, первая работа здесь датируется 96-м годом, это вот портрет дочери. Для Павла Вальфсона интересно создание циклов картин, связанных общей темой. Приоритетным жанром является пейзаж, что и можно увидеть на выставке. Это виды Алушты, Ялты, а также и родных просторов – Боровска, Малый Рославца. В работе над пейзажем этюдный материал позволяет накапливать поездки на пленэр. География творческих поездок художника обширна. Центральный регион России, Крым, Черногория, Сербия, Болгария. И коллеги Павла Вальфсона, пришедшие на открытие выставки, отмечают, что в работах живописца есть что-то поэтическое. Павел Семенович выставил вот в этом замечательном, красивом выставочном зале свои потрясающие, тончайшие работы. Вот первое ощущение, когда я переступил порог, я думал, что что-то вот есть от поэтия, что в этом художнике, тончайшем вирике, что-то есть от того, что обязательно говорить нужно не просто слова по стихам. Паша Большой Труженик. Я его спросил, Паша, а сколько-то времени, кстати, у меня тоже в прошлом году была юбилейная выставка в конце года, вот, сколько же ты времени потратил на эту выставку? А вы знаете, для графика оформить выставку, это и очень затратно, нужно много времени. Выставка получилась стильной, выставка получилась великолепной. В ней много воздуха. Павел Вальсон выполняет главную работу художника. Это не самовыражение в искусстве, как все мы в основном думаем, или еще какая-то типуха. Главная задача художника – создание художественного, уникального произведения. И вот все, что мы сегодня видим, все это разные, отдельные, уникальные произведения искусства с большой буквы. Ну, в Обнинске, наверное, иначе нельзя. Пришла поддержать художника на открытии выставки супруга Лидия Музалева. К слову, портрет заслуженной артистки Российской Федерации также представлен в экспозиции. Вы знаете, очень много хозяйств, конечно, можно рассказать про Пашу, но я расскажу только, как он, как труженик. Действительно, он не только на пленэре, на Морозовской даче был без обеда, но он вообще, в принципе, работает без обеда. С утра до ночи, до поздней. Ну, и Виталий Сергеевич, вы правильно сказали, что сплошная поэзия, но я надеюсь, что это сплошная песня. Как же надо любить свою родину, свой край, чтобы вот так воспевать своих картинок. Вот уже более 30 лет художник работает в технике пастельной живописи. И большинство его картин созданы именно сухой пастелью. Павел Вальфсон находится в постоянном поиске. Именно чуткость восприятия и великолепное техническое исполнение делают работы художника запоминающимися. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Facebook, ВКонтакте и на страничке в Instagram, а также на нашем YouTube-канале. Об интересных событиях в Нолкограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит в эфир по будням в 19 часов. До свидания.